Воспитанники воскресных школ Севастопольского благочения приняли участие в квесте на территории национального заповедника Херсонес-Таврический. Эта приключенческая игра потребовала от участников ловкости, смекалки и, конечно, достойного знания закона Божия, и никого не оставила равнодушным. В свободный от школьных занятий день дети воскресных школ Севастопольского благочения провели с пользой и в радость на тематическом квесте по территории национального заповедника Херсонес-Таврический. Первый раз мы провели в прошлом году, проводили летом. И за счет того, что были каникулы, детей было мало. И в этом году мы решили перенести все это на май. Тем более сегодня такой выходной праздничный день. Дети не учатся в школе, и у них есть такая возможность совместно помолиться и показать свои знания, которые они в течение года получали в воскресных школах на уроках закона Божьего. Квестом называется «Приключенческая игра», которая требует от участников выполнения различных заданий для дальнейшего продвижения по маршруту конечной цели. Перед началом игры дети помолились за божественные литургии в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Здесь они понимают, что раз литургия вначале, они сначала молятся, а потом уже все другие мероприятия игры, то и в жизни на первом месте Господь Бог, на первом месте наша живая вера. Молитва, общение с Богом, потом все остальное. И здесь они начинают понимать, что воскресная школа немножко на втором месте с образовательным процессом, а литургия на первом. Потому что те знания, которые мы получаем в течение учебного года или в течение всех лет учебы воскресной школы, эти знания необходимо применить в жизни. А если эти знания религиозны, то, конечно, в первую очередь мы их применяем в богослужении. Шесть команд по очереди посетили 10 станций памятник святому апостолу Андрею Первозванному, итальянский дворик, храм семи священно-мучеников херсонесских, базилику 1935 года, базилику в базилике, пирсы, туманный колокол, подземный храм, уваровскую базилику, Свято-Владимирский собор в Херсонесе. В каждом из пунктов участников ожидал один из координаторов игры с очередным заданием, состоявшим из четырех вопросов. Первый вопрос. Расскажите, в каком веке и откуда в Херсонес прибыл с проповедью апостол Андрей? Сам Николай видел, что бес отрезал канаты, паруса. Все, кто были на корабле, на лодке, усердно молились. Николай говорил, что вскоре все утихнет, и вскоре все утихнет. Хорошо. Объясните, почему важно? Многие говорят, а у меня храм в душе. Почему важно ходить и молиться именно в храме? От ребят потребовали знания, основ православной культуры, закона Божия, истории Севастополя и Херсонеса. Во-первых, дети начинают готовиться, потому что материал идет как бы вне программы дополнительной. Ребята очень много начинают узнавать. И сжатые сроки дают как бы огромную мобилизацию. Дети начинают оставаться после уроков, начинают как бы контактировать, выполнять наши задания. Ну и мы, преподаватели, заинтересованы, чтобы наши дети повстречались с другими командами, проявили себя, подружились. Оно нужно для того, чтобы мы стали чуть ближе к истории нашего храма, и чтобы мы не обижали ближних своих, почитали родителей и выполняли заповеди Христова. Таким образом, квест стал своеобразным экзаменом для воспитанников воскресных школ. В завершении состоялась церемония награждения. Призы участникам и победителям вручил благочинный Севастопольского округа. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния. Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского округа.